Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Биткоин вот-вот даст самый важный сигнал, который может застать всех врасплох. Какой же? Узнаешь в этом видео. А если ты тут впервые, почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал? Здесь мы каждый день говорим о том, что происходит с экономикой и криптовалютой. И давай перейдем сразу же на шестидневный график биткоина, на который мы наложили индикатор MACD. Индикатор MACD очень прост, но я не буду разбирать его прямо-таки досконально, но скажу то, что поймет даже новичок. Когда эта синяя линия наверху, цена растет, а рынок бычий. Когда красная линия наверху, цены падают, а рынок медвежий. Супер просто для понимания, не так ли? С ноября 2021 года по большей части наверху была красная линия. Рынок был медвежий, цены падали и падали. Немного передышки было вот здесь, но красная линия все равно доминировала. И сейчас происходит то, что мы так долго ждали. Синяя линия пересекла красную и собирается оседлать ее сверху. Если посмотреть на прошлый раз, когда это случилось, биткоин вырос с 40 до 69 тысяч долларов. Вот что значил тот сигнал тогда. Но как только красная линия снова была вверху, рынок ждал большой крах. Я снимал несколько видео о том, что дно биткоина, возможно, было на отметке в 17,5 тысяч долларов. И приводил этому множество аргументов. Меняет ли это пересечение этот сигнал на MACD, который вот-вот появится, это мое мнение. Означает ли он, что биткоин в ближайшем времени ожидает большой ралли? И почему я не хочу, чтобы биткоин в ближайшее время резко и быстро взрывался? Давай разберемся. Чего мы не хотим увидеть на медвежьем рынке, это взрыв цены биткоина без продолжительного накопления после падения. Мы видели похожую ситуацию, например, вот здесь, в 2019 году. Мы находились тогда в масштабном медвежьем рынке. Тогда, кстати, на MACD появился точно такой же сигнал. Синяя линия оказалась выше красной. И цена биткоина начала восстанавливаться после падения. Она выросла с 4 тысяч долларов до 14 тысяч долларов. Рост был стремительным, но и падение после него оказалось не менее впечатляющим. Именно поэтому я бы не хотел увидеть сейчас такое стремительное ралли цены, как тогда. Потому что накопление было недостаточно продолжительным. У нас просто нет еще сильного фундамента для того, чтобы переходить в буллран. Лучше всего сейчас, чтобы биткоин не рос, а несколько месяцев побыл внизу на этих отметках. Тогда его взлет мог бы быть продолжительным бычьим рынком, а не стремительным восстановлением с последующим стремительным обвалом цены. Вот что я хочу увидеть от биткоина. Но кроме этого пересечения нужно отметить, что красная диаграмма должна стать зеленой. Это важно. И сейчас мы видим, что маленькая зеленая диаграмма уже появляется. Давай откроем месячный график. Здесь тоже есть кое-что интересное. Пересечения на месячном графике случаются не так часто. Недавний был в январе этого года, и он был медвежьим. Собственно, с тех пор биткоины находятся в медвежьем рынке. Также мы видели пересечение вот здесь. Оно тоже было медвежьим, и оно тоже привело к краху рынка. Всего таких за последние 6 лет было 3 штуки. Так что эти сигналы появляются редко, но всегда отыгрывали на месячном графике цены биткоина. Но на месячном графике пересечения прямо сейчас еще нет. Зато оно уже есть на более краткосрочной перспективе, на шестидневном графике. С самого начала года красная линия была всегда сверху, и теперь мы буквально в шаге от того, чтобы роли поменялись. Биткоин вот-вот даст этот сигнал. Чего нам ожидать дальше? Итак, если биткоин из-за этого пересечения, как и в прошлые разы, взлетит, у нас будут проблемы впоследствии с продолжением этого роста. Я бы этого не хотел. Да и если посмотреть другие индикаторы, то они не говорят нам о резком взлете до 50 тысяч долларов в немедленной перспективе. Может ли это пересечение повлиять на мое мнение о нижней цене биткоина в этом медвежьем рынке? Да, есть пугающие паттерны на графике цены. Например, вот этот медвежий флаг. Это уже вторая такая фигура за последние месяцы, и первая отыграла очень хорошо. Если второй медвежий флаг отыграет, то цена может упасть на высоту флагштока этого медвежьего флага. Но я верю, что именно 17,5 тысяч долларов были дном, или около него. Но сейчас мы видим, что биткоин прямо в этот момент пытается изменить медвежье настроение, перевернуть игру, которая была падающей весь этот год. И поэтому мы видим, как это пересечение на МакДи уже появляется. Это очень большой момент в этом году, наверное, самый важный. От того, как он отыграет, будет зависеть буквально все, что будет происходить дальше. Поэтому ждем подтверждения, но исторически такие пересечения приводили, как минимум, к краткосрочному движению вверх. Просто хотел тебя об этом предупредить. Увидимся завтра в большом видео. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok